Книга «Открытым оком», вопрос 45, тема «Обращение ко Христу». Что такое смирение? Как ему научиться? С чего начать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Христос, Единый наш Учитель, говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стихи. Смирение – это не руки заложить между коленями и голову туда же постараться спрятать. Жизнь премудрого Пескара Щедринского – это не смирение, а труси презренные. Потому, когда и как происходит смирение, и надмение, и гордость, можно уже высветить своим душевным индикатором. Если за каждое слово обида закипает, это всё рождебное смирение. Книга притчей Соломоновых, 18 глава, 13 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Книга притчей, 22 глава, 4 стих. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь». Иеремия, 36 глава, 7 стих. «Может быть, они вознесут смиренное моление пред лице Господа, и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, который объявил Господь на народ сей». Книга пророка Даниила, 3 глава, 39, 87 стих. «Но сокрушенным сердцем и смиренным духом добудем приняты. Благословите праведный и смиренный сердцем Господа, пойте и провозносите его вовеки». Видно из указанных мест, что есть и смирение, и лыжесмирение. Смирение пред Богом. «Пред людьми только тогда, когда согласуется по слову Божию. Если муж-подкаблучник слова не может сказать в присутствии жены, то это не смирение, а позор русский. Смирению хорошо учатся при развитом воображении. Ты в тюрьме, никогда не выйдешь. Над собой зри суромых начальников. Ты бесправен. Как бы повел себя? Имеет ли значение все, что кажется сегодня обидным? Начать нужно сразу же, осудив свои капризы. Приемли данность твоего положения. Не воздымайся на высшее самохотенье. Согласен на все, что не противоречит Библии и канонам церкви. Язык зажми. Больше пока и не нужно ничего. Молись. Хорошо постись. Поменьше спи. Трудись до пота».